Всем здрасте, друзья! Это новый влог. Погнали! Значит, хотел рассказать интересные вещи всякие. Вообще, мои мысли по рынку, ну, потому что спрашивают постоянно люди, а что делать? А сейчас покупать или сейчас продавать? Значит, рынок после недавней коррекции трехдневной сейчас выглядит очень-очень позитивно. Я буллеж настроен еще. Продавать эфир я еще не торопился. Его будем фиксировать после 2700-2800. Вот, и постепенно, где-то может быть по 5% сразу такими кусочками вам-вам-вам, и продавать, чтобы было больше стейблкойна. У нас все никак не придет. Весна нормальная. Хожу как абориген, почти Джон Сноу, только без меха. Значит, смотрите, мы сейчас с Максом готовим охеренный, просто реально охеренный вебинар. Он пройдет 7 мая. Вот, я думаю, кто на праздниках будет, сможет посмотреть онлайн, прям с нами, позадавать вопросы. Кто будет где-то отдыхать, жарить шашлыки, у вас будет ссылка. Но этот вебинар точно пропускать не нужно. Да, он стоит там 15 тысяч рублей, но это реально копейки. Я сейчас изучаю, подбираю там разные инструменты и уже начал фарминг некоторых монет. Мы там расскажем. То есть, кроме того, что это альты потенциально с иксами, которые будут довольно быстро, это мне кажется так, там очень сильные продукты, очень сильные основатели сидят. Прямо вы охереете, короче. Я не знаю, почему до сих пор. То есть, это проекты 2018 года, да. И у них там график, ну, вот такой, как бы они сейчас в самом низу. И там центы. То есть, некоторые монеты стоят центы. Я сейчас уже начал их фармить и получается у меня примерно, там, ну, 600 долларов в сутки сейчас. Примерно вот такой фарм и монета растет. То есть, при такой динамике дальнейшем я через там неделю, наверное, уже выйду на 1000 баксов в сутки. Ну, то есть, к тому моменту, когда мы будем рассказывать про эти монетки на вебинаре, там уже прям, как бы, наверное, так и будет. Поэтому. И самое еще интересное. Второе. То, что эти монеты растут против рынка. То есть, грубо говоря, когда у нас было вот это вот падение, просели утром и встали, да, там, эфир, биток, все упало. Вот эти монетки, они как раз не упали, остались на месте. Либо даже потом через 12 часов начали немножко расти. Поэтому я всем рекомендую обратить внимание на вебинар по альтам, которые дадут иксы до разворота на 7 мая. И, конечно, не пропускать его. Ссылка будет в описании. Мы даем периодически посты. Либо просто банально зайдите в академию, и там она будет. Сейчас интересная, конечно, ситуация по битку вообще непонятна. То есть, если в 2017-18 году было понятно, что делать биток. Биток корректируется, эфир растет. Сейчас ни хрена подобного. Несмотря на то, что эфир, биткоин от своего пика 65 тысяч долларов просел там до 10 тысяч, он все равно продолжает набирать. Поэтому сейчас уже у меня есть сомнения на тот счет, что биток прямо сейчас как бы начнет корректироваться, и это все. АВА запустил инсентивайз программу. Токен АВА сейчас стоит 414 долларов. Если мы перейдем на их платформу, можно стейкать, допустим, USDT под доходность 4% именно в USDT, и еще 10% они дают в токенах АВА. Если посмотреть, у них тут есть несколько вариантов. Вот, например, DAI 8,5%, 5% в АВА. USDC Coin 3.75% в USDC, и еще плюс 4.28% в токенах АВА. Самый выгодный сейчас получается у нас USDT и Gemini Dollar, потому что очень мало Gemini Dollar за стейкен. Вот такие вот дела АВА, возьмите себе на заметку, ребят. И вот я все чаще себя ловлю на мысли, что нельзя смотреть, что было в 2018 году, и пытаться перекладывать на этот цикл. И, скорее всего, все люди, кто этого не понял и мыслит в прошлом, они не угадают. Они рано зафиксируются, или уже кто-то, кто-то уже рано зафиксировался, сидит в стейблах заранее. Ну, то есть, есть там упущенная прибыль. Поэтому сейчас поменялась игра. Сейчас много институционалов. Сейчас появился рынок DeFi. То есть, я еще раз повторюсь, деньги в крипте есть теперь куда отправлять. Не обязательно их держать в битке или в эфире. Они могут работать. Можно тот же биток и эфир на просадке положить под залог. На 2-3 года взять стейблкоины, и у вас биток останется. И стейблкоины будут. Короче, ребят, то ли еще будет. Посмотрим. Не инвестсовет. Второе, что мы добавили, вы просили, мы добавили. Значит, теперь в Академии есть еще два новых продукта. Это подписки. То есть, вы можете подписаться на все курсы и вебинары, которые выйдут в 2021 году. Это там стоит 69 тысяч, по-моему. И можно сделать такой же пак, плюс еще доступ в чат. То есть, чат охотников за эксами, где сидят серьезные дядьки. То есть, такой пакет с подпиской стоит, по-моему, сотку. Сотку, ну, оно того стоит. То есть, вы видите, как бы, можно в день зарабатывать, фармить просто на монетах, которые там закидывают, тысячу баксов в день. А иногда, как бы, нам подкидывают такие темки, типа, из разряда покупаем монету, и через день-два она стреляет x2, x3. Абсолютно обоснованно. И, как бы, это говорят прям в этом чате. Поэтому вся информация там, она стоит своих денег. И поэтому мы, как бы, ее отдаем, ну, я бы сказал, еще с охеренным диском. Вот такая вот новая информация для всех наших подписчиков. Что-то нет, спортивные. 63-е стоят в дом олигархов. Сейчас поедем в офис. Контент для вас делать, ребятки. Свежий. Так, еще из интересняшек. У нас часто спрашивают люди, а все ли действительно с DeFi и NFT. Ребята, нет. NFT, мне кажется, что очень интересная и перспективная штука. И наше направление с NFT, которое мы выбрали, именно не делать там, допустим, фонд картин каких-то, фонд произведений. Хотя и такие предложения нам поступали. Если бы мы сделали именно какой-то фонд, мы бы варили крепко и так далее. А чем хороши индексы, допустим, самых там лучших компаний в секторе NFT? Тем, что эти компании внутри постоянно самозаменяемые. И то, что будут появляться новые игроки, мне кажется, что NFT будет тоже видоизменяться, как-то улучшаться. Будут уже проходить там айдиошечки разные через NFT. То, что нам показал Суперфарм и всякие интересняшечки. То есть ты покупая NFT, у тебя будет, допустим, там какой-то актив еще внутри, который ты сможешь стейкать на DeFi платформах. То есть много чего интересного будет появляться. Поэтому NFT это достаточно интересное и знаковое событие в рынке криптовалют, который обязательно найдет свое применение. Вот такие вот у меня мысли.